Добрый вечер. Добрый вечер, Леонид. Добрый вечер, что снимаете? Да, ну я не знаю, даже не надо, наверное, так будет. Кто снимает у меня, записывается. Не успеете. Смотри сам, как хочешь. Тогда отходить не надо будет. Добрый вечер. 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 Господи, благослови предстоящие занятия. Не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания божественных словенств. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, мы продолжаем изучение Деяния апостолов. Семнадцатая глава. На прошлом занятии, напомню, мы остановились на том, как апостол Павел, придя в Идорское капище, увидел там жертвенник, на котором было написано «Неведомому Богу», и стал проповедовать язычникам об этом неведомом Боге. Вот, и продолжаем с 30 по 33 стихи. Так, ну я, пожалуй, начну, потом подсоединитесь. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили «Об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их толкованием. Не о вымерших говорит, но о тех, кому проповедовал. Не говорит так же «Вы добровольно совершили злодеяние, но вы не знали». Итак, Он объявляет это слушателям, не требуя наказания их, как людей достойных наказания, но призывая их к покаянию. Непременно, говорит, будет судить за все дела и помышления через мужа, с большой буквы, имеется в виду Иисус Христос, которого определить быть судьею живых и мертвых. Это вочеловечивающийся Господь. Выслушав великую и высокую истину, они не сказали Павлу ни слова, но воскресение осмеивали. Первое послание Коринфянам 2.14. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что осем надобно судить духовно. Одних убедив, а другими быв осмеен. Судилище находилось на Марсовом холме вне города. Пожалуйста, у кого какие вопросы, мысли по этому стиху. Нету ни у кого? Ну что, тогда дальше пойдем. Тридцать четвертый стих. Читаю, Вячеслав. Меня слышно? Да, слышно. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ариапагит и женщина именем Дамаль и другие с ними. Толкование. Ариапагиты разбирали все обиды и все преступления. Поэтому Павла, как проповедника чужих богов, влекут в собрание Ариапага. Но один из тогдашних членов Ариапага, божественный Дионисий, по праву судил подать голос за истину. И, раскланившись с неразумным торжественным собранием Ариапагитов, удостоился просвещения светом истины. Подчеркнуто. Хотя Греция и была в то время под владычеством римлян, но Афинам и Лакедемону они предоставили автономию. Поэтому должности судей в Афинах и занимали Ариапагиты. Учение о спасении сообщается Дионисию через Павла, а руководится он, как ученик, учителем, великим Иерофеем. Слова Игнасти Хиновича, комментарии Игнасти Хиновича на подчеркнутые слова просвещения светом истины. Итак, Россия ныне погружена во мрак. Над страной слышится воистину македонский крик. Дайте совет. Свет. Свет. Дайте свет. Прошу прощения. Деяние 16.9. И было ночью видение Павлу, предстал некий муж македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. Через проповедь Евангелия каждый должен удостоиться просвещения светом истины. Без проповеди Евангелия народ пребывает в неведении, во мраке и не знает, куда идет. Только живое, вдохновленное слово проповеди, только Дух Святой может удостоить просвещение светом истины. Тогда Исайя 8.22 не всегда будет там, где теперь он сгустел. Ну что тут еще сказать? Все верно. Нет вопросов? Вдем дальше. Есть, Игнатий Тихонович поднимает. Есть, да. Говорит. Нужно обратить еще на то место, где говорится, оставляя времена неведения. Вот в этих неведениях временах находится вся Россия. Практически тысячелетия, не считая отдельной проблески. И попытки как-то разрубить эту тьму встречают самое яростное сопротивление среди тех, кто должны быть носителями света. То есть, имеющие доступ к народу. Я отвел занятия в университетах и спрашиваю, ну кто виновен за развал России? Если будет суд на земле, ну как вот Нюрбинский процесс, то на первой скамье будут сидеть учителя и священники. Те, которые имели доступ к народу. Чем они занимались, как учили. Ради щечевичной похлебки, чему учили в школах учителя. Никто же за язык-то не тянул, а учили-то безбожество. И здесь только главная внешняя-то обрядность. Купи, продай, трусость и корысть. И сегодня удивляются, что такие люди, и вот особые там Бжизинские, начинают всех перечислять, которые за океаном живут. Они имеют то-то против, вон там против православия. Против православия. Какого? Такое сегодняшнее православие, это оно как раз на их руку работает. Все абортницы причащаются. За время перестройки прихожанки, практически прихожанки, убили 120 миллионов младенцев в утробе. Это что, времена ведения? Это что? Далес такой нам программу дал? Ненаученность, нет страха Божия. Страха-то Божия вообще нет. Надо любить. Любвисты. Оставляя времена неведения. Вот это нужно написать крупным. Везде плакаты повесить. Оставляя времена неведения. И как? К Евангелию. К Евангелию. Никакое другое учение не может неведение устранить. А знать-то нужно одно. Христа. Если Христа не знаешь, ты ничего еще не знаешь. Ты не знаешь, для чего живешь. И поэтому начинать нужно говорить. Вы в неведении. Оставляя времена неведения. Бог повелевает всем повсюду покаяться. А здесь опять вопрос. В чем каяться? Надо покаяться всем, что отверглись клятву царю в 1612 году. А люди говорят, да я там и не был. Ну, деды, прадеды. Да ничего не знали. Кто там давал клятву-то? Народ-то вообще не знал, кто воцарился. Не об этом сегодня думать надо. Надо разобрать грех. И главный-то грех какой? Считают. Главный грех, конечно, убийство, прелюбодеяние. Всем смертных грехов. А Христос говорит, грех один. Дух Святой придет и обличит мир о грехе, о правде, о суде. О грехе, запятая, что не верует в меня. От неверия все грехи. Поэтому людям нужно сказать это прямо и открыто. Если у тебя веры в это нет, что будет суд Божий. На первом месте страх Божий. Ты не можешь выйти из этого неверия. Ты считаешь, нормально, сходил, батюшке грехи сдал, причастился. Чаще исповедуйся, чаще причащайся. И вот в этом мраке без Божия мы живем. Мне все время приходится общаться. Вот сегодня только за ночь у меня заблокировали. За ночь. На моем Ютубе больше 30 роликов. Это те, которые часто присповедуются, причащаются. Они не знают, что сделать, чтобы мои ресурсы уничтожить. Это сегодня, настоящий момент. 13 января 1916 года. Батюшка у нас в Потеряевке на кладбище. Написано, панихида, Потеряевка, 1914 год. Ну и что? Так надо убрать этот ролик. А убрать никак. Ну же, пожалуйста. А как? Как-то взламывают, залазят и туда музыку поставили. А музыку я разрешения у композитора не брал. Поэтому ролик долой. Три предупреждения, мой канал полностью зарубленный будет. А на нем 4000 роликов. Около двух миллионов посещений. Это не важно. Я им враг. Это они так видят. Вот где времена неведения-то. Это сегодня вот ночь такая прошла. Что они делают? А вокруг меня легион их задействован. Но не я виноват в этом. Слово Божие там проникло. Оно освещает все. Поэтому всех прошу помолиться. Потому что эта тьма неведения сгустилась не где-то в патриархии. Самая подлая, самая гнусная, изменническая, крохоборная, коррупционная. Все здесь собралось. Потому что совесть человека осуждает. А тут не осуждает, потому что ему грехи прощенные. Он выходит и на старые. Мы в такой тьме находимся, которую прорубить невозможно человеческими силами. Только Бог может сделать. А поэтому покайтесь. Причем? В лицемерии. Верующие, они не соответствуют имени. Верующие. Не лицемертие. Нужно прямо сказать неверующие. Хуже неверующие. Иоанн Златоуст сравнивает животных. Леса хитрые. Человек тоже хитрый. Лев кровожадный. Человек кровожадный. Зверья жалит. Человек тоже жалит. То есть в человеке зверинец. И он сравнивает. Демон любит золото. Да ему не нужно. Человек любит. Он хуже демона. Вот какое сравнение приходит. Какая у нас вера? Бесовская. Это кто говорит? Дмитрий Смирнов берет, говорит. Бесы веруют и трепещут. А ты не веришь и не трепещешь. Вот на мне они как на оселке все это вылазят, показывают. Что, чтобы люди не слышали. Всячески оклеветать. Вот сейчас только последние ролики, что они о нас выставили. Что наши ребята, вот со мной живут, там они геи, там и... То есть всякую мерзость, что только могут сказать. Сегодня новое, там обвинения какие. А как смотреть? Никак. Только молиться. Через это Господь нас приближает к себе. Чем больше гнева человеческого, тем больше любви Божией. И вот оставляя времена неведения, надо увидеть, где это все зло. Там, где именем Божиим прикрывается. А в церкви. В храмах этих, в которые... Святые говорили, ходить нельзя будет. А надо ли ходить? Надо. Надо. И никого не бояться. Говорить правду. Тебе это открыто? Скажите, считайте Евангелие, образуйте курсы. Все до одного должны быть благовестниками, как у свидетелей Евгова. И что-то сдвинется с места. Отошел. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Деяние святых апостолов, 18 глава, с 1 по 6 стихи. Александр Цихоцкий, читайте. После сего Павел, оставил Афины. Слышно меня? Да. Да-да. Пришел в Коринф. И, найдя некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедший из Италии, и прискил в жену его. Потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. Пришел к ним. И по одинаковости ремесла остался у них и работал. Ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и элином. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофея, то Павел, понуждаем, был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрящий одежды свои, сказал к ним, «Кровь ваша на главах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». Колкование. Был приведен духом Коринф. И в Коринфе должен был он оставаться. Потому что афиняне, несмотря на то, что любили слушать новости, не внимали истине, так как и заботились, не о существе дела, а о том, чтобы всегда быть в состоянии сказать что-нибудь. Итак, Павел признал достаточным бросить там только семя. При Нероне Павел достиг совершенства, а при Клавдии загоралась война против иудеев. И они, как люди опасные, изгонялись из Рима. Поэтому промысл устрояет, что он был отведен туда узником, чтобы не быть признанным ему, как иудеянином. Потому осталось у них, что нашел пристанище у них удобным, так как оно было для него удобнее многих царских чертов. Как и для атлета, палестра более полезна, чем мягкие ковры. И для воина необходим железный меч, а не золотой. Кровь ваша на головах ваших потерпнутых. Думаю, что Павел говорит следующее. «Каждый, кто отступает от Христа, который есть в жизни, представляется убивающим себя самого, так как переходит от жизни к смерти и через уносимое себе самому убийство проливает некоторым образом собственный кровь». Итак, он говорит следующее. «За то, что через неверие вы убиваете себя самих, отвечать пред судом будете вы же сами. Так как я не виновен в этом суде, то судом можно заключить, что самоубийца наказывается Богом, как убийца». В комментарии Игнатия Тихимовича. «Апостол Павел, пришедший с опозданием в виноградник Господень, торопился, наверстывал упущенное. Все апостолы усвоили простую пищу, потому что христиане нуждаются только в Слово Божие, ни от богослужения, ни от таинств, ни от святых мест. Главное – это высеять семя. Это семя – Слово Божие. И все сеятели от единого Бога. Доколе сеяло семя, росли общины, как у климата Римского, 75 церквей за один год. Никаких слов, подобных нынешним. Прихожанин, в скобках, причастник, паломник и другие. Слово Божие не знают. Никакими бы талантами человек не обладал, все таланты содействовали сенью Слово. Кому-то сказать о Христе, отдали утешить, помочь материально. Что выселает сегодня священнослужители, не знающие Библии? Какое семя растет? Враг же тоже сеет. И при том тогда, когда служители спят. Матвея 13, 25. Когда же люди спали, пришел враг его, и посеял между пшеницей и плевелой, и ушел. Пожалуйста, вопросы. Сергей Ильин, у вас что-то шумит? Ну, я на работе. У меня за спиной просто разговаривает с человеком, и поэтому я это... Понятно. Может быть, если пока вы слушаете, может быть, микрофончик вам отключать, а то он мешает. А, хорошо. Ну что, Игна Тихонич, по этому поводу скажите что-то еще. Пойдем дальше. Вот как раз в комментариях-то уже сказано, и расширить только на сегодняшний день. Но все-таки прошло-то не один день, не два дня, как это написано, я говорил, уже 14 лет, то вполне можно было бы ждать какой-то результат. Много вы ждали от перестройки, от этой свободы. Океан. Свободу дал Господь. И захлебнулись, как цунами все разнесло. Не воспользовалась церковь совершенно. Воспользовались воры, олигархи. Израиль, Америка, все воспользовались. А церковь никак не воспользовались. Только что строить храмы, заменить внешним антуражем. Мы должны это видеть сегодня. Все программы по постройке храмов, они не отвечают главному. Нет сеяния семи. Семя сеять всегда. И в храме, и за храмом. Где бы ты ни был, иначе ждать нечего, не придется. Вот об этом говорится. Павел покинул Афины. Мы тоже в Афинах были. Это тринадцатый, четырнадцатый год. Переплыли там через, в Италию. К папам попали. Подарили книги. Вот. Всюду Слово Божие должно быть. Тогда тебя сразу назовут сектант. А там они из Библии носятся. А у нас литургия. Литургия это тоже Слово Божие, если оно будет понятно. Понятно, чтобы люди были. Поставить себе задачу. Ни дня, без сеяния. В интернете, с соседями, на улице, в трамвае. Где бы ты ни был. Успеть сказать несколько слов. Как? Тренироваться надо, опыт будет. Как делают так называемые свидетели Югова? Они ходят. Звонят по телефону. У нас занятия. А вот вы хотели бы послушать. Ну и дальше там уже разговоры не ведут. Ты прочитал эти места Писания? И скажи, я участник тех событий. Нужно это слово приблизить к себе. Оно живо и действенно. И ты увидишь, ты там кто? Какая роль твоя будет? Ты с Павлом пошел? Какая тебе польза? Павел нашел Акилу и Прескилу. Ну их выгнали. Иудеи по ней пошли. Нас отсюда выгонят. Придут мусульмане или кто-то. Куда мы пойдем? Ну маленько мозгами-то шевельнуть. И как мы сегодня будем милость Божию искать на себя? Господи, пока мы на теплом месте. Помоги нам быть верными тебе. Кто бы с нами не встретился, он должен оставить зарубку. Я встречался с христианином. Чтобы о нас не говорили, как о всех. Мне говорят, ну что у вас за вера? То нельзя, другое нельзя. У нас тут дед с бабушкой были, они в карты играли. Дед курил, правда, самосад у него был табак. Ну верить-то надо, они не фанатиками же быть. А вот сто процентов-то, если Богу-то будешь отдавать, это уже фанатик. Фанат означает готовый умереть. Вот такие вокруг Павла и были. Они его принимали, он находил родных. И что интересно, передает когда приветствие, то Акили Прескили, а то Прескили Акили, жена на первом месте. И он зато усы это хорошо объясняет. Жена иногда была более активная, чем муж. Задача жены во всем быть покорной мужу. И если случится, что муж теряет капитру, она должна вести его за собою. Это все в этих словах. А всего ничего пришел только. Ты все время, когда считаешь Слово Божие, понимая, не просто вот сейчас мы собрались вместе, почитали, я там, какой буду. А то время можно на меня перенести? Я пошел со мной, кто-то пойдет или не пойдет? Поедет ли куда-то? Вот в этом весь смысл Писания. Чтобы оно заговорило, оно приблизилось к нам и изменило нас. И не надо смотреть, чтобы все поле заросло терновником. Первые, когда шли в Сибирь, осваивали, а они ведь деревья корчевали. Вручную, и бульдозером не было еще изобретено. И посмотри, какие пространства, какие поля. Вот это с нас требует Господь. Корчевкой занимайся. Выворачивайте пни и начинай сеять. Это в поте лица будешь. Один говорит, вот я в Америку приехал, познакомился дорогой, дал ему адрес. И он ко мне ездил три раза в неделю после работы. А на расстоянии 200 километров жил. Баптист. Он не православный, православный не поедет. Зачем же это я? И он к нему ездил. Из этого получился проповедник, обратилась вся семья. У нас примеры рядом. Они работают, сектанты. А у нас еще только злоба, они проклятые, они такие. Так может быть мы такие? О ком как говорим-то? А они на другом месте будут? О ком не думали, тот окажется там. Им не хватает одного, епископата. Вот самое главное. А у нас начинает говорить, не могут ересь отличить от истины. Были времена, когда православные считали еретиков православными, а православных еретиками. Вот об этом говорится у Кирилла Александрийского, у Киприана Карпагенского. Это о нас говорится, о наших православных. Они вообще ничего не знают. Совершенно. Приезжали адвентисты седьмого дня. Здесь они снимали дворец спорта. Сто тысяч платили каждый день. Каждый день. Ну, арендовали они. И пробыли они здесь не больше двадцати дней. Их человек двести крестили. Бабушка еще моложавая так. Я гляжу, она собирается крестить. Я говорю, а зачем? Ты разве не крещеная? Так вот батюшка-то сказал, крестить будут. Да какой он батюшка? А то он еретик. Отвентисты седьмого дня. А она тут же сразу отделась и пошла домой. Даже этого ей не объяснили. Она не может отличить волка от пастыря. Почему? Потому что пастыри ведут сами не знают куда. И вот в этой невыносимой обстановке надо работать. Работать. Молиться и работать. Отошел. Седьмой, одиннадцатый стихи. И пошел оттуда и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусу, которого дом был под для синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим. И многие из Кавитфан, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу, «Не бойся, но говори и не уволкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он оставался там год и шесть месяцев, получая их Слово Божие. Толкование. Это тот самый Крисп, о котором говорит Павел в первом послании Коринфянам, в первой главе, 14 стих. «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Киспа и Гайя». Наконец, Господь говорит Павлу то, в чем он особенно нуждался, потому что ничто его так не печалило, как верующие. Неверуюсь. Идем дальше. Между тем, во время проконсульства Галеона в Ахае напали иудеи единодушно на Павла и привели его в предсудилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. «Когда же Павел хотел открыть уста, Галеон сказал иудеям, «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас, но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами. Я не хочу быть судьей в этом». И прогнал их от судилища. А все Еллины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его предсудилищем, и Галеон немало не беспокоился о том. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию. И с ним Акила и Прескила, остригши голову в Кенхреях по обету. Толковали. И однако ж, ничего не осмелились сделать, но привели его к проконсулу. А он изгнал их из судилища. Кажется мне, это был один из гуманных людей. Что же касается того, что они били Сосфена, так это или потому, что и он, как и начальник синагоги Крис, предан был более Павлу. Или уже они так далеко зашли в неистости, что, забыв свои планы, вместо Павла стали бить Сосфена. Или же били его потому, что хотели убить Павла, а Сосфен не позволил им. Били Сосфена поступали противозаконно, ввиду самого начальника, говоря этим. Если всякий делает то, что хочет, если закона более не существует, так вот и мы бьем его. Проконсул же не останавливал их, но позволял им бить друг друга. Если бы они поступили так, не по отношению к себе самим, а по отношению к кому-нибудь из другой нации, то он, конечно, бы образумил бы их. Так как иудеям казалось, что он учит отступничество от закона, и так как многие гнушались его и, подчеркнуто и выделено жирным шрифтом, не принимали его проповеди, то и здесь, и в храме Иерусалимском, делает это с высокую целью. 1 Коринфянам 9.20 Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Разумеет обет отречения. Это уже вот о килии и прескилии толкуется. Дал обет остричь волосы, чтобы свою деятельность более не посвящать уже мирским делам, подобно мирским людям, но чтобы подобно человеку, живущему по Боге, посвятить себя церкви. И Акила также по обету остриг свои волосы, чтобы это делалось теми, кто хотел жить богоугодно. Но вместе это был древний обычай у иудеев. Поэтому и пострижение монахов целесообразно. И комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на слова не принимали его проповеди. Господь Христос отождествляет проповедь апостолов со своими словами. Лука 10.16 Слушающий вас, меня слушает, а отвергающийся вас, меня отвергается, а отвергающийся меня, отвергается пославшего меня. Как страшно слышать и видеть сегодня православных людей, прихожан, священников и архиереев, которые не просто не проповедуют, ленятся, но активно бунтуют против проповеди и препятствуют распространению благовестия. Они не принимают проповедь ни в устной форме, ни в письменной, и так научают своих прихожан. 1 Фессалоникийцам 2.16 Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Вот такой комментарий. Вопросы есть? Вот у меня. Да, Игнать Тихонс? Там Вячеслав поднимал руку. Спрашивайте, Вячеслав. Можно? Да, можно. А почему Павел назвал закон, как бы сказал, закон ваш? Почему он себе-то, ну, как это, не его закон разве тоже? Ну, поцитируй, где он, напомню. И о законе вашем, то разбирайте сами. Или я что-то неправильно тут понял? Так это же Вашингтон, это этот говорит. Да, Игнать Тихонс. А-а-а. Это же слова про консула уже. Они же про... Да, 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 да. Это я... Простите, это значит, я что-то невнимательно послушаю. Не уловил. Да. А вот у меня тут вопрос по стрижению волос. Вобу. При Скила и Акила были муж и жена. Был древний обычай, тут написано, у толкователя нам толкует, у иудеев. И тут сразу такая приписочка, ну, понятно, что феофилакт болгарский, наверное, монах был. Поэтому и по стрижению монахов целесообразно. Те были муж с женой. Тут у нас, как бы, понятно, что... Где вот сегодня у нас, чтобы вот женатые постригались? Есть вот такое вот у нас? Или вот обязательно надо вот, чтобы был неженатый? Кто знает такие вот? Вот попостригать в монахе есть. А здесь нам Деяние Святых Апостолов говорит, что... Постригались? Или только тут один Акила постригался? Нет, а... С ним Акилой при Скила и остригший голову... Кенреев по обету. Я так понимаю, что обои, они были острижены, и они не разводились, наверное, при этом. Я так понимаю, или что? Или как, Игнать Тихонович? Ваша версия какая? Вначале вернемся назад. Когда... Можно я... Кто-то говорит там что-то? Я не знаю, я пытаюсь там руку поднять. Меня не видно, наверное. Я пока не видно, да. Я потом вопрос тоже... По полосам... По полосам это... Можно задать вопрос-то? Ну, еще на мой не ответили. Давай. Так... Вот именно поэтому... Просто я хотел спросить... В Ветхом Завете... Есть вот это место описано, где вот этот обычай постригать волосы? И для какой цели он вообще был? Вот. То, что монахи сейчас постригают, это ладно. Монахи там, чтецов, это уже новое все. А вот есть ли ссылка на священное писание, вот на этот обычай? И для какой цели он служил? Вот вопрос интересен. Ну, давай. Отвечайте, Игнат Тихонович. Я вернусь сначала к первому, потом к полосам. Начнем с пяток. Пятка важный орган. Потому что его нужно охранять, пятку, ее. Почему? Потому что написано, и змей будет сжали тебя в пету. И когда мы шагаем, то первым делом наступаем пятка, а потом перекатываемся вперед нога. Каждый раз... Вот это означает, где мы соприкасаемся с земным, а не с духовным. Тут нас враг подкарауливает особенно много. Но главное-то вот в чем. Он услышал от Господа, говорит, иди, и не умолкай. Говори, и не умолкай. Это вот видение. Это Господь говорит. Дальше видение. Приди к нам и помоги. Вот это Духа Святого. А написано, Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Так же самое. Но все не так. Сегодня что главное? Если видение, то обязательно икона. Икона повисла или прошла, великодержавная, и на этом месте построить монастырь. То есть совершенно в другом направлении. То есть набрать людей, заблокировать их всех, чтобы сидели там за стенами. Здесь же иди и не умолкай. Если мы верим, что Бог будет судить нас по слову своему, то значит вот это будет выше того, что потом стало. Ни крестные ходы, ни иконы, ни мироточения, ничто не заменит то, что Господь сказал. Иди. И при том не умолкай. Приди к нам и помоги нам. То есть опять же речь идет о проповеди. Православие никогда за 2000 лет это не стояло ни во главе, никак. Пошли совершенно другим путем. Особенно с 4 века. Пустыня. Убежать и как можно дальше. Вот встречается с Серапионом, и он говорит, поверь мне, я 70 лет не видел человека. Это так в заслугу ставится. Он не видел. Он со зверями был. И оброс волосами, так волосы покрывают его всего, как Марка Фращевского, как зверь. Тот испугался бежать. Он кричит ему, я человек, не бойся меня. Просто я вот получил благодать, зарос волосами. Ну, косматый, как Исаф. Ну, ничего евангельского у нас нет. Почему мы этого не понимаем-то? Ни одного храма не было. Шли по всему миру и благовествовали, и люди обращались. Ну, однажды надо когда-то это сказать. Я знаю, как воспринимают священники эти слова, которые я говорю. Еретик, кретин, замолчи, баптист и прочее. То есть, как говорится, заграничный чемодан обклеивает ярлыками. Но кто-то остается все-таки в силе. Это голос Божий был. А Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. И в ком видите этот образ. Почему сектанты это расслышали, неправославные? И они пошли по всему миру. И перестройка, сколько их тут понаехало из Америки, из Германии. Они вагонами сюда привезли Библию. Они их издавали за свой счет. Собирали деньги. А здесь отдавали. Половина на свалку ушла, ненужная. Мне говорят, а как раздавали? Они заходили, вот предприятие какое-то там, бухгалтерия, говорят, а у вас сколько человек здесь? Они говорят, 87. А вы возьмете для них Библию? Библия так звучала интересно. Посмотри, какая Библия хорошая. Сколько? Ну, мы оставим 120. Еще кто-то придет. Взяли не больше 15 человек. А остальное на место уборщица передвигала, передвигала. И говорит, я запачкать боюсь швабры и вымеси. Начальник тогда прямо объявил, прошел год. Будете брать или нет? Нет. Он сказал, вывезите на свалку и все. Вообразить даже невозможно. Это паства, это православные люди. Потому что православных 85. Как православные? Ну, мокрой ладошкой по полу бы то его хлопнул. Он уже крещеный считается. А то побрызгал. Ну, договорите до конца-то. Посмотрите на себя. Как Солженицын говорит, проскребите по хребту раза два, чтобы увидеть, кто мы такие. Мы голос Божий не слышим. Если слышим, почему сидим на одном месте? Мы голос Божий не слышим, не знаем, что нуждается нами кто-то где-то в интернете и все. Не слышим. Мы не верующие. До конца договаривать надо. А то канонизируют. Вот там Евгений, Родионов. А то такие басни о нем записывают. Голову отрезали, а у него крестик был, мать по крестику. Ну, на трещь, от куклы голову уберите. На чем крестика держаться-то будет-то? Даже это понятно, что фальшивка. Вот надо найти, кто-то был рядом. И тогда наши войска будут храбрые. И они тогда... Ни почему-то не видно. Наше Отечество Небесное. Нас ругают за то, что мы говорим, воевать православные не должны. Они должны молиться. Молиться. Присяга, это клятва, ее нельзя принимать. Ничего не понимают. Они снова с государством слепились, как византии, и вместе пойдут на дно. А власть будет уничтожена, и вместе с ней то, что называется сегодня церковь, патриархийная. Притом, главный царь, президент, он с православными знается. Рядом у него ни баптисты, ни адвентисты седьмого дня. Значит, спрос с нас будет огромный. Если попали в такое положение, добейся аудиенции. Дай книгу президенту. Я ему послал... Видели мой трехтомник? У него стоит в библиотеке, которую я издал. Значит, он и Библию ему подарил. Он говорит, еду, лечу, когда в самолете, я имею возможность посчитать Библию. А я ему написал и сказал, можете слушать. Он, видите, как умно-то отвечает. Имею возможность. А не говорит, считает он или слушает, или нет. Может быть, спит всю дорогу. А ты молись о нем. У нас средств больше никаких нет. Приди и помоги. Этот крик несется со всех сторон к нам. Слышим мы ли его? Если ты в Духе Святом возрожденный, ты тонко будешь чувствовать. Ты будешь понимать Духа развлечения. Дар Духа развлечения. Какой Дух там? Даже этого не понимают. Любой юритик подойдет, все, глядишь, уже увалился. Ведь питается. Юритики-то все откуда берут-то? Это православное? Баптисты имели еще в 80-х годах 85% своего контингента бывшее православное. Своей базы даже не надо создавать. Несколько слов, и человек там уже свалился. Вот. Теперь о волосах. Это обед назарейства. К нам он никак не относится. И монахи тут совершенно напрасно. К назареям. Они там вино пьют, им дают. И вот назарей не должен пить вино. Иисус не был назареем. Никаких длинных волос у него не могло быть. Это все выдумка. Даже на иконах-то рисуют неправильно. Откуда это взяли? Отпечатался образ. Он не назарей. Остальные волосы обрезали. Они давали обед, ну, в пределах 3-5 лет. Это касалось и женщин. Женщин. Но если в этот момент, в этот срок назарейства, в котором она не должна была прикасаться к мертвым, не должна была въесть виноград, она прикоснулась, у нее и отец умер. 5 лет пропало. Она начала снова. Потом умерла у нее дочь, она опять прикоснулась. Пропала уже 10 лет. Еще 5 лет. Вот возьмите на себя издержки. Нужно было, ты 5 лет пробыл, сколько там, десятину за все это время, или что-то другое, я не знаю, там, издержки надо было взять. И волосы обрезали. Как у Илариона Великого говорится, монахи сами себе каждый год волосы обрезали. Но никакого отношения это не имеет к тому, что мы считаем в Святой Библии. Обед на зарейство. А когда волосы нужно было обрезать, это великая скорбь была. И волосы изрежь мелко, и распусти по городу. Вот так будет развеян народ со своими страстями. Отошел. Еще вопросы есть? Тогда идем дальше. Спаси Христос. 19 и 21 стихи. Достигнув Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них доля, он не согласился, а простился с ними, сказав, мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу. И отправился из Ефеса. Акила же и Прескила остались в Ефесе. Покование. Акилу и Прескилу оставил в Ефесе без сомнения с тем, чтобы они учили, так как, пробыв с Павлом так много времени, они научились многому. Будучи пророком и зная, что ему следовало возвратиться, Павел дал обещание снова возвратиться в Ефес. А чтобы никто не делал того же самого по неразумию, давая безотчетное обещание сделать то или другое, Павел научил нас не давать никакого обещания в будущем без присовокупления слов, если будет угодно Богу. Потому что никто не знает, что принесет следующий день. Поэтому безумен тот, кто не ограничивает свое обещание словами, если Господу угодно будет. Потому что если кто будет обещать с самоуверенностью, что непременно сделает, то часто будет выслушивать следующие слова. Лука 12, 20. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Диана, ну вот, все. Толкование кончилось на этот стиль. Да, да, Игорь Тихонович. Вопрос ко всем. Кому спасать себя легче, мужчине или женщине? Прискире или Акиле? Ну, я гляжу, у нас тут женщин-то не так и много, только три. Кому легче спасать себя, легче? Женщине, мне кажется. Поясняй. Ну, потому что женщине главное слушать мужа своего. Сопоставляя, конечно, с Библией, но послушание приводит ее к спасению. Нет? А что легче проверить? Вот человеку дано было бы, допустим, быть послушанием, одному и тому же, и любить. Что легче выполнить? И что легче проверить? Послушание или любовь? Не понимаю все эти вопросы, извините. У человека дали заповедь. Ты должен любить и слушать, ну, с какого там начальства, а любить там, допустим, жену, какой глагол легче выполнить? Повеление. Любовь или послушание? Что труднее выполнить? Послушание. Послушание. Послушание труднее? Легче. 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 Послушание легче, мне кажется. Да. А вот смотрите как. Кого легче слушаться? Того, кого ты видишь и можешь переспросить, или того, которого не видишь и спросить, то, что ответ его ты не услышишь. Где легче быть в послушании, не нарушая ничего? Ну, конечно, когда человек рядом с тобой, ты можешь переспросить. Вот эта жена в таком положении. Она видит мужа, муж глава жены. А у мужа глава Христос. Я молюсь, ответ-то могу и не получить. То есть, он, может быть, ответ и есть, его я не расслышал. Почему труднее? Легче спасаться тому, кто в подчинении. Вообще думать не надо. Ну, сказали, бери ведро, неси. А ты, если думаешь... Я сегодня вот посмотрел, самая какая, великая или какая плотина в мире. Там Бразилия, скажем, с Никарагуатом они рядом были. И они ее там возводили 8 лет. Я молился, я едва слезы сдерживал. Это дело прошлое, там 80-70-е годы. Как они делали, какие были опасности. Как это трудно. Плотина высотой 100 метров. И длина ее плотины этой 7 километров. Вообразить нельзя. Миллионы тонн поднят. Как это все они делали. Как инженеры находили, находили решение. И, наконец, все высотой. А когда уже внутри там делали, оказалось, грунт даже не тот рассыпается. И что они начали думать? Я припонял, основание это Христос. И когда у нас вот так не ладится, и надо все время молиться. Ты инженер своей души. И для других. У православных так, ты себя спасай. Тебе еще о мире забыть. Ты о себе только спасайся. Ты о другом и думать не надо. Ты себя едва спасаешь. Слово Божие так не говорит. Люби ближнего, как самого себя. Возлюби сначала себя, чтобы сравнивать с чем. Вот поэтому женщине спасаться легче. Но она более уязвимая. Более легкомысленная. Более глупая. На 25% в среднем она глупее мужчины. Она, видите, как эмоциями движется. А мужчина-то разумом. И поэтому ей дана заповедь. Слушаться, послушание. А мужу любить. И пойми, даже ты ее наказываешь. Сказал, не ходи. Другое. Ты не можешь сказать, что не любишь ее. Но оно выражается в том, что она будет истолковывать, как нелюбовь. А ты суровый, ты строгий, ты несправедливый. Она бухтеть будет день и ночь тебе. А слушаться ничего не надо. Сказал, сделал. Опять свободен. По целый день, говорит, на диване лежи. Тебе только нужно вовремя ее загрузить. Чтобы она знала, как спасается через чедородие и прочее, и прочее, и прочее. Даже вопрос вот этот и то правильно ответить не могут. А молишь ли спасаться? Ты ей скажи. Пожалей меня. Мне труднее спасаться. Что тебе сказать? Ты меня спросил, а я тебе ответил. А Христу я должен день и ночь сейчас молиться и молиться, и получать ответ, может, через 10 лет. Насколько мне труднее это? Тебе с тобой руководить? Так как я могу, если сам не на месте буду стоять? Вбей ее в нее. Эту мысль. Что ты более уязвимый в темноте, нежели она. Но ты-то должен таким быть. Для нее, что сказать, ты сначала выпроси, должно Бога. Чтобы не дать ей глупые советы, глупые приказания. Какая на тебе ответственность? А мужик, я женился, все, теперь у него пойдет. Не пойдет. Она тебя так будет поворачивать, что ты не успеешь ноги подставлять. Поэтому молись. Женился на скорую руку, на долгую муку. То есть на вечные времена, может, погибешь. Отошел. Все вопросы. Сережа, забыл спросить. Мужчины, правильно ли, я говорю, или неправильно? Относительно мужчины и женщины. Подайте голос хотя бы. Правильно. Это есть такой князь Серебрян. Иван Грозный говорит, правильно ли суд мой? Все говорят, да, да. Один только сказал, нет, его убьют. Стальков Игорь там играет. А женщины, жены, сестры, как? Правильно или нет, что женщине-то спасаться легче? Ну, Лариса, давай, говори. Я пока пустой сосуд. Вот слушаю и наблюдаю. Выводы буду делать потом. Но свое личное мнение пока я при себе хочу оставить. Ладно. Только смотри, чтобы это, что же ты себе оставишь, не потянуло на левую сторону. Так. Надежда, ты как считаешь? Все, ей некогда. Так. Юля, а ты как считаешь? Она ушла, видать, нет ее. Ну, все, пошли дальше. Все, вот Володя подошел. Володя. Я просто хочу аналогично привести между словом послушание и любить. Это Ян Златоуст, когда Господь говорит на горную проповедь, он объясняет там девять ступеней восхода к любви к врагам. Именно он любовь к врагам называет высшее добродетель. И вот там все начинается, как можно сказать, все это в общем, с послушания. Сперва ты должен там сносить обиду, потом там заушение и так далее. Постепенно там с себя одежду снимать, отдать многому, если имеешь. Потом идти там два поприща и так далее. А потом уже в самом конце высшая ступень, он говорит именно любовь к врагам своим. То есть любовь ее достигает. Не просто так, и она дается Богом. Вот как вот Игнать Иванович, когда объясняет, шесть качеств лидера, и сам последний это привлекательность, это уже дар от Бога. И та же любовь, это да, радует подается. Но ты должен пройти, это первая ступень, послушание, первая ступень, послушание. У меня в этом богатый опыт. Все, в общем, ступень. Ну, судя по ответам сестер, им тоже нелегко, наверное. Так, можно рассудить, раз они мнение иного. Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Так, посещать верующих и, выделено же, укреплять их, было всегдашним правилом Павла, чтобы, если найдет их ослабевшими, облегчить их бремя наставническим назиданием. Так, и вот здесь вот Игнат Тихонович Латкин дает комментарии, вот на эти слова Блаженного Фифилакта, который говорит об укреплении наставническим назиданием. Послушаем комментарий. Апостол Павел не только убеждает своего друга, ученика и соратника Тимофея, но умаляет его и всех, кто будет следовать за Христом. Такими словами. 1 Тимофею 4,16 Какие простые и ясные слова, не требующие никакого толкования. Ежедневно, ежечасно проверяй свою веру, так ли живешь, как Господь заповедал. Иначе ни о каком спасении речи быть не может. 2 Коринфянам 13,5 Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуете. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас. Разве только вы не то, чем должны быть. Наша вера, наша жизнь по вере должны ежедневно, как перфокарты, накладываться на ту веру, которая была дана Христом. На то, как веровали апостолы. И должно сходиться один к одному, как говорит Иоанн Златоуст. Если есть тысячи отверстий на перфокарте, и одно не совпадет, это уже не даст конечного результата, который запрограммирован. Неужели трудно нам, православным, сверить свою веру с книгой «Деяния апостолов»? То, что у нас есть, то, чем мы занимаемся дома и в храме, похоже ли на то, что описывает книга «Деяния апостолов»? Вникать, испытывать, исследовать самих себя. Пастыри должны этим заниматься день и ночь. Предпринимая поездки по вере на им и пархии, по благочению, по приходам, архиереи и священники должны непрерывно заниматься наставническим назиданием. Наставническое назидание – это не богослужение, не каноны, не акафисты и требы, чем сегодня занимаются практически 100% священнослужителей. Наставническое назидание – это научение, представление, исправление, увещание и укоры, церковные наказания за отступление от Слова Божьего. Не случайно Иоанн Златоуст говорит, чтобы обратить душу ко Христу, нужны тысячи талантов, а чтобы крестить человека, не нужно ни одного таланта, достаточно быть законно рукоположенным и незапрещенным. Сегодня желающие принять крещение толпами приходят в храмы и ничего не знающие в течение нескольких минут получают звание христианина без наставнического назидания. Здесь нет ни духовного рождения, ни жизни во Христе, ни спасения. Наставническое назидание – оно не только укрепляет уже обратившихся ко Христу, не только делает их более стойкими в гонениях, но и приобретает новые души. В духовных училищах, семинариях и академиях должен был быть введен главнейший предмет, называемый проповедь и наставническое назидание. А экзамены сдавать по этим предметам на практике, на миссионерской работе среди неверующих и еретиков и, судя по результатам, переводить в следующий класс. Пойди и вспомни такое, ага, сейчас предложи семинаристам с нами на площади Спартака. И обратил пятерых, или там сколько там им дать, не пойдут они на этот. Ну что, Александр, Марьяша, скажешь на все еще? Пойдут семинаристы с нами на проповедь или не пойдут? Пойдут. А? Есть такие, которые пойдут. Есть? Есть, конечно. Ты пригласи посмотреть живьем хоть его на занятия. Ну, они, понимаешь, им еще надо страх пережить этот. Надо закончить, а есть такие. А, то есть страх преподавателей, что преподаватель узнает, что он настоящим делом занят и выгонит его за это. А чему же их тогда учат там? Ну, Игнатий Тихович говорит, чему учат. Игнатий Тихович. У нас вот тоже брат один учится там. Мы за него прям переживаем, как бы его не в ту степь увело. Его трудно испортить, конечно. Как вы, Игнатий Тихович, считаете, найдутся ли семинаристы в 2016-2017, в ближайшие годы, которые, так как вот прочитают, вот они вот этот комментарий скажут, А пойду я с братьями на проповедь. А то у нас вот, я не знаю, может кто не знает, в прошлое благовестие схватила Никиту Колесникова, она прихожанка, и в храм его, и батюшке жалуются. Вот этот вот, не знаю, как она его назвала, говорит, Евангелие раздает. Это же видно такое, слыхано или нет. А батюшка говорит, да, все нормально, это из потерявки, и можно. Вот так вот. Этим можно. Задача такая, всех, кто раздает Евангелие, вылавливать, и к нему приводить, и он тогда уже разберется, кому можно, а кому нельзя. Вот, а вдруг это свидетели Иеговы, действительно, они их так боятся, что они, раздавая Евангелие, еще и там, как вот, нас тоже обвиняют, они Евангелие дают, еще и визиточку с сайтом, им главное книги Лавкину свои продать-то, а это Евангелие они так где-то вот нашли бесплатно. Ничего только не говорят, уже не придумают. Ну, Игорь Тихонович. 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 12 книг «Жития святых». И все это растиражировать по всему Советскому Союзу. И покупали мы сами магнитофоны, такие ломанные, некондиционные. И Леша Речкуров их ставил на ноги. И мы дарили это бабушкам. Так они такие посиделки устраивали. Со всей улицы соберутся и слушают. Любит народ это, любит. Но его не было. Особенно жития понятные такие. Они слушают бабушки со слезами. А они глупые, темные люди. Но ты образовывай, получишь награду. Я еще ни об одном не мог бы так сказать. Почему яговисты не могут сказать, что у них темно? Они всех научат. Не правде научат. А тебе правду, конечно, тебе Бог помогает. И поэтому никогда не верьте, когда говорят, что времена изменились, поэтому по-другому вместо проповеди литургии, это Христос не заповедовал. Литургия на своем месте, когда человеку верует. Она нужна, чтобы на ней знали, как себя вести и как. И это даже не знают. Где перекреститься не знают. Что означает крещение? Люди вообще ничего не знают. Совершенно ничего не знают. И поэтому так они бунтуют против меня и воюют. Почему? Это единственный источник, из которого можно увидеть все недостатки православия. И одновременно как с ними бороться. Они дальше слышать не хотят. Но если бы сказали, вот теперь вы сказали, а они говорят, если я говорю о недостатках, то ты их всех оттолкнешь от православия. Да некого отталкивать, они никогда не были православными. Начинайте работать. Не бойтесь скрыть правду. Нельзя вылечить человека, если ты не знаешь его болезни. Церковь тяжело больна. Безнадежно больна. Болезнью корысть и трусость. Трусость и корысть. И ты начинай работать. И вот это апостол Павел нам показывает. Куда бы он ни пошел, проходит время, он снова засобирался. А имя Павел переводится малый, малый, не великан. Малый. То ли рост там малый был, то ли какая причина, не знаем. И этот малый облетал вселенную, как на крыльях, говорит Иоанн Златоустый. И паруса его корабля надывал Дух Святой. Отошел. Наверное, уже все. Вопросы сейчас. Вопросы? Да, час прошел, полчаса вопрос и ответ. Кто-то есть? Кто-то хотел, Сергей там, что ли? Сергей Евгений, еще вопросы есть у вас? Ну, вопросы-то есть. Ну, ладно. В апостоле Павле я хотел сказать. Савл – это перевод с еврейского «великий» Савл. Саул, вернее, Шауль. На еврейском «шауль» звучит. Это «великий», «большой». А когда он стал христианином, стал Павлом называться. Малым. Изменил. Вот. Но насчет, был ли он маленький – это вопрос. Потому что он в Эфесе со зверьми боролся, со зверями там, ну. Вот. Ну, имя у него было «шауль» на еврике. Что означает «великий», «большой». Вот. А потом, когда христианин стал, он уменьшился, стал малым. А вы знаете, какой рост у Путина? И какой вес? А зачем мне? Мне вот это… Я думаю, что мало или не мало. И Гитлер какой рост сейчас печатают. Ленин, Наполеон. Почему-то все были маленькие ростом. Ни одного нет, выше метр семьдесят. А Клинтон – метр девяносто два. Ну, вот. Вот и вот. «Саул» тоже был, «Саул» был какого роста во всем народе своем. Был избран царем. А потом был заменен на Давида, который был невзрачного, небольшого роста. Ну, что ж. Вот так вот бывает. Боролся со зверями – это с противниками. Не буквально с зверями. В Ефесе. Когда восстали там свои и другие лютые волки восстали. Как раз из Ефеса он их и призвал. Боролся. Почему? Иоанн Златоуз говорит, никого так не боюсь, как епископов. Ну, это да. Это да. Не подставляйте вы ее под чужое ермо. А то наденут хомут и еще туда вобьют это гвоздь. И будут куда угодно им вот так вот руководить. Куда угодно поворачивать к обою. А не делайтесь рабами-человеком. Поэтому и епископы – это дело такое. Вот. Нуждаются в нашей помощи, в особой молитвенной помощи. Им очень трудно спасаться. Они на виду. Понятно. Понятно. Ну, выю под их ермо. Подставлять не надо. Не надо. Конечно. Так, вопросов есть какие? Вот. Есть у меня вопрос. Деяние 4 глава 11-12 стих. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым бы надлежало нам спастись. Вот. Для христианина самое главное имя – это Иисус. Христос говорит, я открыл имя твое. Ну, как мы знаем, вот есть такие уже свидетели, да, они – тетраграматон. Я, как бы, исполняя заповедь, не называю это. Есть там Господь Циваот, Бог-воин с ноябрити. А вот тетраграматон я не произношу. Ибо страшное имя Господне. Вот. Оно… Никто не знает, как оно звучит. Никто. Поэтому, как бы, произносить это имя, я боюсь. И я считаю, что человек, возрожденный свыше, эту заповедь должен исполнять строго. И бояться произносить. Ну, сущий, можно сказать, сущий, сый. Потому что, как бы, заменено, да. Вот мы знаем, как бы, Иисус Христос, Он по-гречески. А вот в ноябрите Иешуа Гамашиах. Иешуа. А чтобы людям было понятно, апостолы уже стали называть чисто по-гречески Иисус. И это по всему миру распространилось. Вот. Это имя, которое надлежало бы спасти. На любом языке. Оно может быть спасительно. Не важно. А вот имя Божие, которое, вот, тетраграмматон, мы его не знаем. Поэтому произносить его, вот, я считаю, что не останется никто без наказания, кто произносит имя Божие в суе. Тем более, не зная, как оно произносится. Его не стали огласовывать правильно, не перевели правильно. Никто не знает, как оно звучит. Поэтому, вот, я, как бы, хотел бы сказать, что страх Божий. Меня, вот, иногда корежит, когда, вот, ну, в стихах или, там, еще где-то, так запросто произносят это имя Божие. Я просто боюсь. Потому что есть имя, вот, как правильно, Исаия, вот, 57-я глава, там, ну, как вы сказали. Ибо свят имя твое. Ибо святый имя твое. Да, святый. Есть Адонай, Эль-Шадай. Вот. Много имен. Сот, почти. Да, ну, вот, это имя, вот, это просто, вот, так, такое, дерзость и ханство пред Богом, вот, эти, вот, взяли уже свидетели. Вот. И уподобляться им, вот, упаси Боже, произносить вот так вот. Меня, вот, коробит это. Просто я вот... Поясняем, Сергей. Там написано, главное, напрасно, произначащий напрасно, клянущийся его именем. А что его имя известно, оно у нас в переводе в Библию. Переводили все-таки четыре духовные академии. Я сейчас закончу. Иегова назвали. Рассматривая это имя, Феофан Затворник, который был знаток языков. Редкой грамотности. Такие, как Александр Мень, еврей природный-то. Яхвы или Яхвы. Вот, среднее, как, допустим, придыхание у украинцев. Они не говорят Григория, а Григорий Гэ. Гэ. Вот у них есть, допустим, альвеолные звуки. Дэ, Фэ. Вот почему... Да я знаю, это имя, это буква Гэй. Юд Гэй, Ваф Гэй. Четыре буквы. Все это понятно, но... Огласовок нет. Огласовки были... Они вот этими, которые мы огласовывали, как вы сказали, Они так и огласованы в Библии, в еврейской. Поэтому так и перевели. Но никто не знает. На самом деле, всегда заменяется на Адонай. Вот. Нет. Нет, нет. Ну, нужно подправить. Я ссылаюсь не на свои знания, которых нет, а на знания людей, которые знают еврейский язык. Феофан Затворник. Я вот вам говорю, что вот я... Подожди, ты перебиваешь уже второй раз меня. Будьте спокойны. В данном случае мы должны поверить этому. И он берет среднее Яхве или Ягве. У нас переведено Иегово. Мы так и произносим, ничего в этом нет. Нету, что произносить нельзя. Это евреи пишут Б, черточка, дефис и Г. Ну, это хитрость, говорит. Еврейские штучки. Русские начинают тоже. У них, допустим, у греков, которые Иисус взяли, у них буквы Ш нету. У меня живет грек. Вот здесь, на квартире. Я говорю, напиши, святая Шушаника. Он не может написать. Говорит, а буквы Ш нету у них. Ну, нету. И поэтому Иисус вместо Ишо, а не Иисус. У них нет буквы. А мы от греков получили. И еще. Иерушалай. Иерушалай. А у нас Иерусалим. Ничего. Мы понимаем, о чем речь идет. Так вот, относительно... Я об этом и говорю. Я говорю, относительно языка. Я беседовал лично. У меня записан с Александром Менем. Он работает с оригиналом. Он полностью согласен с тем, что говорит Пиапан Затворник. Лучшие переводчики Библии, это Хвольсон, еврей, крещеный. Доктор пилологического там, это Лепсидского университета. Православный. А Давид Авраимович. А этот Александр Томянин, это энциклопедист. Я его говорю, вы могли бы так переводить, вот как Герасим Петрович Павский или Хвольсов. Он вот так, мы сидели с ним, он так отшатулся от меня. Да вы что? Да никогда. То есть у него ума так много, что он понял его знания в сравнении с ними намного меньше. И поэтому они переводили именно так, Яхвы или Ягва. А в переводе, когда дали на русском языке, они учитывали и греческое произношение. Все вместе перевели Иегова. Хотя оно, конечно, как Иисус, Ешуа, разница. Но мы-то понимаем о чем. Восемь раз в Библии говорится Иегова. В другом месте заменили Господь. Вы сказали Шадай, Адонай. Ну, нам достаточно того, что есть. А что страшно произносить в суе, напрасно. То есть клянущийся именем Иеговы. Этого нельзя. А произносить имя Его наоборот нужно. Прославляя Его. Досветится имя твое. А имя нельзя произносить. Какое имя-то? Везде говорится имя, имя, имя. А имя не знают. Православные спроси. Договорились. Одна говорит, даже страшно сказать. Она подумала, что это о враге говорится о каком-то. Имя Иегова. Нет. Для нас, скажем, нет другого имени, кроме как Иисус. Иисус, да. Иешуа. Иешуа, да. Иешуа. Для нас вот другого имени, собственно, нет. Как он, я одному, ну, говорю. Вот, ну, на Песахе, вот скоро Песах. Он говорит, что, вот у меня были старобрядцы, я там, в Тельфе говорили Пасха. Я говорю, ну и что говорили Пасха? Они откуда получили? От греков. Вот они Пасха. А так Песах. Ты знаешь, что означает Песах? Минование. Я говорю, да, я говорю, вот это, Пасха наша Христос. Могу сказать по-гречески Пасха наша Христос. А могу сказать по-русски. Песах наш, помазанник. По-русски могу сказать. Могу сказать на иврите. Но главное, что как тебе ближе, так ты и говоришь. И как знаешь. А там мы сами приняли-то от греков. И до конца не знаю, ты не чувствуешь, а говоришь мне, что там нельзя Пасху называть Песахом. А мне нравится Песахом Пасху называть. Минование. Хотя, конечно, прилично и принято называть Пасха. Или там уже переведенный на греческий язык. Ну, так. Так, вопросы какие у кого еще есть? Ну, вот у меня. То есть человек под именем Божиим делает злые дела, но, как бы, я же православный, я вот Господа верю. Вот это Господь не приемлет. Вот такой смысл. Правильно или нет? Я понимаю, это мнение. Именно вот слово прикрывать. Ты выразил напрасно, означает, именем Божиим они клялись. Бог за тебя заступник, а это напрасно. Ты в обман вводишь людей. Бога с тобой нету. То есть они именем Божиим прикрывались, получается, да, по-настоящему? Ну, все. Верить мне никак. Ты должен верить мне, потому что я же тебе клянусь именем Иеговы. У Бога много имен. Это не просто звания его какие-то, имена его. Но одно. Когда он говорит, как тебе имя, Моисей, он ответил, Иегова. И дальше считаем мы, каждый раз он называет Иегова себя. И слово Иегова в оригинале встречается более 7 тысяч раз в Библии. Я вот считаю, нужно произносить, потому что православные не знают вообще. Не слышали даже. Это неправильно. Пускай Яхвы говорят, Яхвы, ну, как в оригинале. Я говорю, что ссылаются на людей, самых знаменитых переводчиков. И они перевели. Поэтому зачем я буду... Ну, перевести-то написано, переведено. А произносить никогда его не произносили, не произносят и сейчас. И сейчас боятся. Никто не... Всегда заменяют на Адонай. Еще вот это не меняется. Это евреи придумали, что заменять. Бог нигде не повелел заменять его имя. А говорили, что случится его именем. Имя, чтобы не спорить, мы уже говорили об этом. Это евреи, еврейские штучки, они придумали. Они клялись храмом, то ничего нет. Жертва это виновен, а жертвенникам не виновен. То есть, а Христос высмеял их. Безумные слепые, что больше? Так и здесь. Бог открылся с этим именем. И поэтому Моисей должен был всему Израилю возвестить. Он мне открылся с именем Егова. И весь народ это знал. А теперь дальше началось лукавство. Это еврейские штучки, как говорит Никита Михалков в фильме 12. Так, давайте вопрос закрываем. Что у вас за вопросы есть еще? Еще вопросы есть? Короче, салон не пошел. Похоже, нет вопросов. Кончили. Ну что, тогда 10 минут у нас есть? Тогда начинай дальше по тексту. Тогда по тексту еще идем. Может у кого-то появится. Так, 24-25 стихи. Некто Иудея именем Аполлос, родом из Александрии, муж красновечивый, сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Толкование. Некоторые утверждают, что Аполлос это есть Аполлос, епископ Коринский, о котором Павел пишет в 1-м послании Коринфянам, 16-й главе, 12-й, 2-й, 6-й стих. Что до брата Аполлоса я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Читаем дальше тогда, 26-й, 28-й стих. Он начал смело говорить в синагоге, услышав его, Аскила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Если Аполлос крещен был только крещением Иоанновым, то каким образом он пламенеет духом? Дух Святой не сообщался таким образом. И если его последователи нуждались в крещении Христовым, то гораздо более нуждался в нем он. Итак, что сказать на это? Мне кажется, он из числа 120 крещенных вместе с апостолами. Или, если не так, то и с ним было то же, что и с Корнилием. Крещение Иоанновым призывало к покаянию, но не доставляло в то же время очищения от греха. Так что различие между крещением Иоанновым и крещением верующих заключается в том, что крещение верующих дарует оставление грехов, так как верующий крещается во имя Отца и Сына и Святого Духа и омывается от предшествовавших крещению заблуждений. Если же крещенные Иоанном не имели Святого Духа, то каким образом Аполлоц, крещенный только Иоанновым крещением, пламенел Духом? Но в таком случае, если б он и пламенел Духом, все же не имел Святого Духа, потому что не говорил разными языками, не пророчествовал, иное дело пламенеть Духом и иное иметь Святого Духа. Имеющий Святого Духа имеет его обитающим в себе. И сам Дух, с большой буквы, вещает ему из сердца его, как вещал апостолам, то запрещая, то повелевая им глагол от слова. А пламенеющим Духом совершает что-либо под руководством Духа, через освящение и наставление внешнее, так как от чувственного следует заключать к невидимому. Обличать пред людьми, значит показывать дерзновение, обличать твердо, значит являть силу, а обличать на основании писаний, значит свидетельствовать о своем знании. Ни дерзновение, ничего не достигает без силы, ни сила без дерзновения. И комментарий, коротенький Игнатий Лапкин, вот на слова обличать на основании писаний. Итак, комментарий. В Ефесянам 5.11 И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. 1 Тимофеев 5.20 Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели. 2 Тимофеев 4.2 Проповедуй слово, настой, во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай, со всяким долготерпением и назиданием. 3 Титул 1.9 Противящихся обличать. 4 Титул 1.13 Обличай их строго, дабы они были здравы в вере. 5 Титул 2.15 Говори, увещевай и обличай со всякой властью. Там, где нет обличения, нет животворящей струи и света, там происходит гниение и проворощение в затхлое болото. Есть целые общества, которые основаны на осуждении других, и этим живут целые столетия, не допуская обличительного гласа в своей среде о самих себе. Это мертвое царство сна и обряда. 18 глава закончилась. Вопросы, может быть, у кого-то возникли. Еще 4 минутки у нас, 5 минуток есть. Да, вот про обличение, вот тоже часто споры возникают. Что такое обличение, осуждение? Когда обличение падает на человека, ему становится обидно, и он вдруг вспоминает слова Священного Писания, говорит, а не суди, да не судим будешь, вместо того, чтобы покаяться и поблагодарить обличителя. Это глупый человек, обижается. А мудрый, он будет вскоре полюбить того, кто его обличает. Ибо он обличает не с тем, чтобы его укорить, а с тем, чтобы спасти его от гиены. Вот для чего он это делает. Именно строго. А вот он не принимает обличение, он в неверии, в отме находится, ему этот свет чужд, и он начинает выдумывать. О, ты меня не любишь, ты строгий, там, оно написано в духе и кротости, нужно в любви, любвисты. Любвисты, желающие, любят грех они прежде всего, и самих себя. И обличители для них это не свет спасения, а за что Христа распяли. Он их обличал в том, что не веруют в него, они неверующие. Может быть, до какой-то поры, конечно, может быть, потом это обличение проклюнет. А сегодня они как-то вот так вот вершатся, противятся. Может, потом семя прорастет. Но обличать, ты знаешь, сколько раз уже мест приводит? Раз, два, три, четыре, пять, шесть мест, где говорится именно об обличении. А то место, которое говорит, что не надо обличать, не судите, да не судимы будете. Это вообще, если его разбирать, мы уже разбирали. Это Христа начали судить, и он как бы... Говоря, вы кого судите-то? Вот, святых нельзя судить, которые дело делают доброе. Тех начинают судить. Вот, тех вот нельзя судить. Ибо каким судом судите, таким и вам будут судить. Будут судить, люди будут судить, а не Бог. А то они уж прям именем Бога начинают прикрываться, вот о чем сейчас говорили. Что? Господь тебе запрещает меня обличать. Господь повелевает как раз, а ты вот именем Господа прикрываешься, заповеди нарушаешь. Правильно я рассуждаю? Нет, это все или нет? Конечно, говоришь. Да. А я сижу попутно валенки, починяю. Но обличение-то есть как часть учения? То есть показать истинную личину человека обличения, чтобы исправить. Но суждение, осуждение близкие написано, близкие. С каким намерением? Даже одинаково, чтобы стопроцентное в очко, это редко бывает. Ты да сказал, а тот еще домыслил что-то. А Иоанн Затаус это перебирает и говорит, если тебя обличили, поблагодари, что ты освобождаешься от неведения. Но если неправильно, поцелуй его за намерение исправить тебя. А у нас это вот как у старобрядцев, у них обличения нет, вот КПСС, никакого слова не добавляли. Ну я написал стихотворение, меня судили за это стихотворение, там всего ничего. Про Ленина я написал такое на памятник Ленина. Стоит в своей рот ащерев, по мету птиц подставил голый череп. А вот штатеистов сонмищеют. А следовательно написал, нужно чаще мыть памятники. А я говорил, если вы не принимаете обличение, рухнет компартия. Меня вызвал РОР, режимно-оперативный работник, подполковник Брашников. Мы тебя сгноим здесь, это ты на кого, на партию? Я говорю, да Библия так говорит. Он сразу успокоился, говорит, это Библия так написана. Я говорю, ну да, ну тогда так и будет, наверное. Не надо бояться говорить-то. Вот смотрите, я беседую, ну опять же скажут, ты говоришь о себе, ну а что я тебе буду говорить? Ты о себе молчишь, я и говорю о себе. У нас был епископ, потом стал архиепископом, Гедеон, Докукин фамилия его. Даже говорили, что ему Пимен сказал, что после меня ты будешь. Ну он потом Ставропольским стал митрополитом. И вот он когда уезжал, говорят, он 13 лет у нас был. У него было сейчас 5 епархий, сейчас 5, 6, 7, 7 епархий. А тогда это одна была Красноярск, Тува, Томск, Томская епархия, Алтайско-Новосибирская. И вот он когда уезжал, последний раз прощался и сказал слово к священникам. Говорит, все вы лицемеры. У меня, говорит, был только один человек, который правду мне в глазах говорил. Мы с ним часами беседовали. Он громые молнии другой раз метал, а иногда по-хорошему. Но когда уезжал, он подбил итог. Вот и все. Считаю меня любимый порог Михей. Его не могли заставить говорить по-другому. Так говорит Бог. И все. А ты скажи, как все говорят. На Ромов-Галатске пойдем, вот в Сирии начнем войну, мы ее выиграем. Так говорит Бог. Ох, я скажу, что. Он не поддавался на это. И все. Вот так бы, если мы умели разговаривать-то. И чтобы не то, что уязвить, там, обозвать, а сказать правду-то. А тот бы принял тебя. Много можно было бы изменить? Многое. Я встречался не с одним артиереем. Беседовали, я обедал там и митрополиты, и епископы. Они хотели слышать слово. Трудно принимать. А есть такие, которые жаждали это. Вот помолитесь об этом, чтобы сохранились наши добрые отношения с митрополитом местным сейчас Сергеем. Московская патриархия. У нас прекрасные отношения. Так и сохраняются. А его, говорит, заели прямо эти, которые мои недруги-то. Пишут всяко, жалуются. А он много лет был священником приходским. У него опыт большой. Работы. Другого поставят, Молдову, епископов. А он был регентом где-то. А потом у него опыта-то нет. А у этого опыт большой. Вот в храме, представьте, стоим литургии. Я-то какой сейчас. И он ко мне, я ко кресту подхожу, а он говорит, скажите проповедь в храме. Понимаете, это чего-то стоит. Рядом священников сколько понаехало. А он обращается, ну я практически-то мирянин. Ну чтец, ну какое-то звание. Ефрейтор. Видите как, это просто редкий момент. И поэтому надо молиться, чтобы дьявол это не разрушил. Моё отношение не изменится к нему. По-прежнему были добрые времена. Володя что-то хочет сказать. Подойди. У меня, Игнатьич Ильич, к вам вопрос. По описанию. Вот книга есть Иова. И там, когда пришли к нему три друга, и пришёл ещё один молодой юноша, который о себе говорил, что он совершенный в познании. То есть такое дерзновение имел. Ильиуй, да. И вот он так сказал, что есть такое мнение у людей об этом юноше, что его слова нельзя произносить. Вот, например, он говорит, что осуждение и суждение близко. Атаиев, 36 глава, 17 стих. Как вы думаете, можно его слова всё-таки, которые он там говорит о Боге, и возвеличат Бога, можно ли произносить его слова вообще? Ко мне говоришь? Да. Если Библия произнесла, я имею право произносить и определять, как они относятся. Что он говорил правильно? Друзья-то многое говорили правильно. О Боге говорили. Неправильно было обвинение Иова, что мало тебе Бог ещё воздал. Ты ещё больше грехи-то вскрыл, Бог. Вот что нельзя было. Иные говорят, Ильи, это был Христос. Это еретики. А Ян Затаус говорит, Ильи, это был безбожник. Неверующий, выскочка. Но говорил о Боге правильно, о Боге. О его всемогуществе. Какой он Бог есть. А далее, когда приносятся жертвы, за него даже жертвы уже не было. Его заносило. А те молодые, которые сейчас у меня бывают где-то в миссионерский отдел, их заносят. Такие богохульники часто причащаются. Недостойно. Добавляю, недостойно. Нахальные такие, хамовитые. Но это нормально, он продвигать всё будет. И он думает на мне зубы наточить, и его повысят. Он ещё не понимает, что эта кость застрянет в горле. Им не проглотить её. Я всё вспоминаю сказания древности, вымыслы легенды Востока. Вот он. Там у нас, где, говорит, дятел долбит, он находит щель, туда шишку рвёт, вставляет, и потом долбит. Ну как её держать? У него рук-то нету. И там, говорит, есть такая птица, у неё кузнец, она ловит других птиц. В одном месте прилетит, в одном месте съест, бросит кости, и целая куча костей. Но бывает иногда, ничего не перепадёт. Она, говорит, возвращается в этой куче, роется, и находит кости, на которых маленькое мясо. Но прежде, чем её проглотить кость, она, говорит, лапой берёт и себе в проход сзади пробует, пройдёт или не пройдёт. Если она проглотит, так пролезет или нет. Так я говорю, вот я такая кость. Примерьте сначала. Хорошо сказано, да. Это потому, что учить не тот, кто учит, а у кого учатся. Вот у вас учатся. Потому что вот 95 тезисов, да, Мартина? Тоже мы прочли, и там же тоже всё отвернуть нельзя. Я вынужден покинуть. Я на работе, меня просят уже это. Спасибо, Господи. Всё, всё, уходим. 36 минут. Ну, с Богом. Молимся тогда, благодарим Бога. Инать Тихович, помолитесь сейчас, споём «Достойно есть». Я опять «Достойно есть». Достойно есть, я ковая щенку, Блажитесь, я, богарное твое, Пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувин, И славнейшую без сравнения, Без искрения Богослова Родшую, Сущую Богородицу Тебя не лечаем. Отец наш Небесный, Просим во имя Господа нашего Иисуса Христа, Благослови нас, И всё доброе, что мы слышали, Сохрани в наших сердцах, Дабы принесли обильный плод, Что не по слову Твоему, Увлекшись человеческим похотением согрешили, Прости и помилуй. Садяло нас городом на вершине горы, Истинными служителями, И даруй мир Израилю, Россию, Украине и Сирии, И наш вопрос сам разреши, Благослови правителей, Чтобы мудрые законы издавали, Не было на них покушения, И даруй духовное рождение свыше, Патриарху, Епископам, священникам и пастве, Да будут наши жилища ограждены От пожара, от воров и от нечистой силы, Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух, Аминь. Брат Сергей, У меня вопрос, Слушай, у космоса ухо так напухло, Здорово, здорово, И болит такой, И боюсь везти его туда, Чего это может? Сергей, отключай нас, Сергей, отключай нас. Учау.